Оборудуют больше тысячи пешеходных переходов. Полмиллиона детей-сирот получат жилье. В правительстве региона Борис Дубровский обсуждает социальные вопросы. На совещании все главы муниципалитетов. Один из первых в повестке вопрос безопасности. Только 240 пешеходных переходов области соответствуют стандартам. Есть специальные знаки, разметка, светофоры и освещение. Еще чуть меньше 5000 до норм не дотягивают. А значит потенциально опасны для пешеходов. Вице-губернатор Олег Климов объясняет, заниматься переоборудованием должны главы. Но многие жалуются на недостаток денег. Климов предлагает выход. Чтобы мы установили обязательный минимальный процент от денег, которые территории получат в виде субсидий на дорожный ремонт, на дорожное строительство, были направлены как раз на оборудование вот этих переходов. Эту идею губернатор поддерживает. В правительстве региона он проводит совещание с участием глав. В этом году оборудовать в соответствии со стандартами планируют больше тысячи пешеходных переходов. На это в бюджете заложены 340 миллионов рублей. Далее с докладом выступает и министр социальных отношений. Рассказывает о покупке жилья детям-сиротам. В этом году новоселье отметят полмиллиона человек. Однако и здесь есть проблемы. Были случаи, когда сиротам давали квартиры в аварийных бараках. В каждом населенном пункте критерии оценки благоустройства, они разные, потому что сельскую местность невозможно сравнить, например, с городской. С городом Челябинск и Кунашахский район, они имеют разное жилье. И в некоторых населенных пунктах тот же дом, у которого, например, есть колодец, он может быть благоустроенным. Чтобы решить эту проблему, Борис Дубровский предлагает создать список единых требований к жилью. Одни для сельских территорий, вторые для городов. Главам губернатор поручает проанализировать ситуацию. И если есть риск не соответствовать требованиям, известить Минсоц до 1 июня. Сейчас в очереди на жилье в области стоят больше 3000 сирот старше 18 лет. Обсуждают на совещании и итоги субботников. Лидерами чистоты стали Златоуст, Миас, Аша, Южноуральск. А вот в Варниках, Арталах, Копейске жители до сих пор жалуются на мусор. Сказать, что справились на пятерку нельзя, безусловно, недостатки можно найти в любом муниципалитете. Не везде, а первое, наверное, что все добросовестно отнеслись. Борис Дубровский поручает главам активнее реагировать на жалобы жителей. Убрать весь мусор нужно до 20 мая. Ирина Горностаева, Дарья Шведова, Андрей Ярушев, ОТВ. Особый противопожарный режим объявлен на Южном Урале. В списке городов, где горят лесные массивы, числится и Миас. С начала весны в Миасском городском округе произошло 16 лесных пожаров. В 14 муниципальных образованиях региона введен особый противопожарный режим. С приходом весны на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 265 пожаров. Сгоревшая площадь составляет более полутора тысяч гектаров. В Миасском городском округе также введен повышенный противопожарный режим. В настоящее время на территории Миасского городского округа зарегистрировано 16 лесных пожаров. Общая площадь ориентировочно составила 25 гектар. Это повреждено лесных наслаждений. Основными причинами этих пожаров – это горение сухой травы вдоль лесной кромки, переход в лесную кромку. Ну, конечно же, основной причиной – это неосторожное обращение с огнем. Зеленое ведомство Челябинской области напоминает, в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8 800 100 94 00 или по номеру 112. Также южноуральцы могут оставить свое сообщение на интернет-портале помоги лесу 74.рф. Как управлять городом? Ответ на этот вопрос знают участники научной конференции, которая прошла в Миасском филиале ЮРГУ. Студенты и преподаватели, доценты и кандидаты наук, представители администрации города и православного храма Богоявления обсудили главные составляющие развития муниципалитетов. Регистрируются, спешат занять места в аудитории, повторяют доклады. Студенты волнуются больше всех, это понятно. Не каждый день выпадает возможность выступить на научной конференции. К тому же слушают и задают вопросы не только преподаватели, но и совершенно незнакомые профессора, которые выступают тут же, бок о бок со студентами. Темы докладов посвящены развитию муниципальных образований, рассказывает декан факультета экономика управления права ЮРГУ в Миасе Сергей Соловьев. В кризисное время есть вопросы, как будут развиваться муниципалитеты в России, ну и в частности Миаский городской округ, по какому пути. Потому что вопросы есть, либо это промышленный район, либо это туризм, либо это другие какие-то перспективные инновационные направления. Кроме того, научная конференция посвящена 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ведь война повлияла на все аспекты жизни, в том числе на развитие городов. Миаски, научные светила, студенты и гости из других муниципалитетов, среди прочего, обсудили культурные и социально-психологические аспекты развития муниципалитетов. Поговорили о роли религии, интернета, ценностных ориентирах в образовании современного студента. Прошедшая конференция была 13-й по счету. Проводится она ежегодно в Миасском филиале ЮРГУ. Наука загадок. В день празднования Дня Великой Победы кто-то ждал яркого салюта, а кто-то искал в небе совсем иные, нерукотворные явления. Телескопы астрономов Челябинской области, профессионалов и любителей, были обращены в этот день к Солнцу. В 16 часов по местному времени в небе можно было наблюдать редкое небесное явление. Любители астрономии Миаса не остались в стороне и вышли к назначенному времени на улицы города. На площадке Дома детского творчества «Юность» собралась небольшая компания. Внимание их привлек вовсе не старинный советский телескоп, а то, что с помощью него можно было рассмотреть в небе. Именно в это время за 200 миллионов километров от Земли планета Меркурий совершала свой путь в космическом пространстве между Солнцем и Землей. Даже с помощью школьного телескопа наблюдателям удалось разглядеть крошечную точку, медленно движущуюся по диску Солнца. Явление считается довольно редким по сравнению с все тем же затмением, которое случается довольно часто. Следующий транзит Меркурия можно будет наблюдать лишь в 19-м году, и для жителей Миаса это будет не самое благоприятное время для наблюдения. Солнце в нашем полушарии будет располагаться слишком низко. Инициатором встречи выступила Светлана Маркова, преподаватель астрономии. Уже несколько лет подряд Светлана приглашает всех желающих принять участие в наблюдении небесных явлений и послушать интересные рассказы, объясняющие, что же на самом деле происходит над нашими головами. Люди находят нас в интернете, есть очень много знакомых, так как второй год уже наблюдаем, есть уже постоянные наблюдатели. То есть в принципе, ну как сарфан на радио, наверное, так можно сказать. Есть те, кто занимался у меня в лицее, то есть они тоже подходят, наблюдают. То есть любители, желающие, обычные люди, обычные горожане. Астрономические встречи привлекают не только взрослых, но и детей, для которых астрономия – это не просто наука, но и немного чудо. Возможность открытия того, чего не встретишь на Земле. Одному из юных наблюдателей, Георгию Перетрухину, в день редкого небесного явления и Дня Великой Победы исполнилось 8 лет. Организатор встречи Светлана вручила виновнику торжества фотографию созвездия, под которым родился Георгий. Астрофотография – отдельный подраздел астрономии, популярный среди любителей. Евгений Кротков – житель Миаса по профессии инженер. Первый свой самодельный телескоп собрал еще в седьмом классе. После того, как в окуляр собранного собственноручно телескопа смог разглядеть планету Сатурн, Евгений раз и навсегда заболел наблюдательной астрономией. А после чего хобби переросло и в астрофотографию. С помощью домашней обсерватории, построенной собственноручно, астроном из Миаса имеет возможность наблюдать как планеты, так и объекты дальнего космоса. Полученными знаниями предпочитает делиться, а потому в сентября прошлого года занялся преподавательской деятельностью на базе ДДТ «Юность». В разговоре с нами Евгений поделился своими мыслями об упразднении предмета астрономии в школах России. Крайне отрицательно и, честно говоря, мотивы совершенно непонятно, чем руководствовались. Но здесь можно аргументацию вплоть до какой-то, не знаю, диверсии, что ли, или еще что. Потому что во все времена, даже в древности, как бы отношение к астрономии, оно определяло степень развитости общества. Многие ученые-мужи и преподаватели этого предмета в вузах считают, особенность астрономии в том, что она глубоко затрагивает мировоззренческие вопросы, а значит, формирует общее представление об окружающем мире, его познаваемости и его неразгаданных тайнах. О нашей Земле, как о небольшой планете, в безграничной Вселенной. Но на сегодняшний день интересующиеся могут окунуться в мир астрономии и взглянуть на вечность лишь в рамках дополнительного образования. Не шагу назад под таким девизом прошли соревнования среди военно-патриотических клубов Челябинской области. Участников и гостей из других городов встречал руководитель центра «Сармат». Соревнования прошли при поддержке генерального директора «Миасского» машиностроительного завода Андрея Юрчикова. Подробности далее. Хорошая погода и боевое настроение участников соревнований – первое, что бросилось в объектив нашей телекамеры. В очередной раз Центр допризывной подготовки «Сармат» встречает другие военно-патриотические клубы у себя в гостях. Цель встречи – выявить лучших и обменяться опытом. Сегодняшнее мероприятие проводится соревнование среди военно-патриотических клубов казачьих организаций. Команду участники сегодня пройдут все этапы, все полосы препятствий. Поиграют в «Лазертак» турнир, устроим, выявим из них наиболее лучших, наиболее успешных. Клуб «Сармат» не единственный в городе поддерживает стремление молодых людей посвятить себя военному делу или просто развить в себе такие качества, как сила, ловкость и умение постоять за себя в экстремальных условиях. У нас военно-патриотический клуб уже создан с 2010 года. Данил Гусев и Андрей Мажаев пришли в «Сармат» в разное время, но уже сейчас их можно назвать лучшими друзьями. Вместе изучают военное дело, вместе собирают автомат на скорость, поддерживают друг друга на полосе препятствий. С детства хотел стать военным, но я не знал даже, есть ли такие клубы. И когда я услышал про такой клуб, мне мальчики рассказали, я решил пойти. И летом я пришел в лагерь. Я проходил первую смену и мне очень понравилось. После показательных выступлений, которые продемонстрировал каждый из клубов, начались сами соревнования. Командные бои с применением лазерных ружей, прохождение полосы препятствий и стрельба по мишеням. Все это развивает в подростках умение сражаться и поддерживает командный дух. Соревнования прошли при поддержке генерального директора МИАСского машиностроительного завода Андрея Юрчикова. Мальчишки и девчонки разбирают и собирают автомат на время, преодолевают препятствия, соревнуются друг с другом. Говорить о том, что у этих детей отсутствует детство, наверное, будет неправильным. Просто проводят они свободное время гораздо интереснее обычных ребят. О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что эти дети подготовлены ко всем жизненным испытаниям на 100%. Валентин Ефимов, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Детская футбольная лига открыла сезон. Начались весенние первенства города. Кто уже вышел вперед, расскажем далее. 20 команд вступили в игру в новом сезоне. На стадионе «Южный» стартовало весеннее первенство города. В старшей группе вперед вышла команда «Строитель». Ей уступил место «Локомотив» из Политаева и хозяева стадиона – команда «Лотар». В средней группе команда «Лотар-1» обыграла «Лотар-4» и «ЦСК» из «Атляна». В младшей группе победитель последнего зимнего первенства команды «Экспресс» из Машгородка под руководством Алексея Хиврича возглавила турнирную таблицу. Команда обошла игроков 44-й и 16-й школ.